всем привет и добро пожаловать на второй выпуск подкаста апгрейд с вами снова я алекса и мы продолжаем прокачивать ваши знания в мире современной электротехники и промышленной электроники сегодня с нами снова наш постоянный эксперт доктор технических наук кузнецов здравствуйте доктор здравствуйте лекса здравствуйте уважаемые слушатели и зрители нашего канала доктор в прошлый раз мы говорили о твердотельных реле и тема вызвала большой интерес в масштабах нашего небольшого и начинающего канала а сегодня мы хотим затронуть еще более фундаментальное то с чем каждый сталкивается ежедневно но что до сих пор окружено мифами и домыслами речь пойдет о земле казалось бы что тут сложного соединил все земляные провода в одну точку и готово но почему тогда у одних гудят динамики у других сбоят датчики а у третьих необъяснимо выходит из строя электроника лекса вы затронули пожелы одну из самых недооцененных тем в этой области неправильное понимание и организация земли является причиной 90 процентов всех плавающих и трудно уловимых неисправностей многие привыкли думать что земля это просто некий нулевой абсолютно стабильный потенциал но на практике это увы далеко не так то есть мы считаем что напряжение во всех точках земли должно быть одинаковым а на самом деле это не так совершенно верно в идеальном мире шина заземления экви потенциально то есть имеет равный потенциал во всех точках но в реальности из-за сопротивления проводников и протекающих по ним токов между разными точками земли всегда есть небольшая разность потенциалов именно она и порождает ту самую черную магию помех чтобы в этом разобраться давайте сначала наведем порядок в терминах в современной практике нужно различать как минимум три разные земли которые нельзя путать первое это защитное заземление пи и против жёлто-зелёный провод в кабеле его единственная задача защитить человеческую жизнь он соединяет металлические корпуса приборов с контуром заземления здания в случае пробоя изоляции он создает короткое замыкание от которого срабатывает автомат и опасное напряжение с корпуса снимается это земля безопасности вторая это рабочий ноль n neutral синий провод это не земля это рабочий проводник по которому течет топ такой же как и фазный в однофазной системе просто его потенциал на подстанции близок к потенциалу земли путать его с пи и смертельно опасно и третье самое интересное для нас это сигнальная или функциональная земля g&d ground это тот самый общий провод на печатных платах опорный потенциал относительно которого измеряются все сигналы в электронике понятно то есть одна земля для защиты другая для работы силовой цепи а третья для слабых сигналов и в чем же возникает проблема проблема возникает когда эти земли начинают жить своей жизнью любой проводник имеет сопротивление даже самый толстый и когда по нему течет ток на нем возникает падение напряжения это значит что потенциал земли в одном шкафу может на милливольты а то и вольты отличаться от потенциалов другой точки и вот тут начинается черная магия вот об этой черной магии давайте поподробнее я уверена наши слушатели сталкивались с ситуацией в цеху включают мощный станок и в этот момент в соседнем шкафу автоматики начинает врать аналоговый датчик как это связано это классический пример того что инженеры называют земляная петля или ground loop это явление может порождать большие проблемы представьте у вас есть плк и удаленный датчик например температуры плк запитан от своего блока питания а датчик от своего в другом конце цеха и корпус плк и корпус датчика заземлены на одну шину пи и также у них есть общий сигнальный провод gnd для передачи данных что мы получили мы создали замкнутый контур плк датчик земляная шина плк это и есть петля теперь в эту же земляную шину где-то рядом включает тот самый мощный станок по шине начинает течь огромный уравнительный ток от электрического двигателя станка из-за сопротивления самой шины потенциал земли у плк и у датчика становится разным это разность потенциалов создает паразитный ток который начинает течь по нашей сигнальной петле прямо по общему проводу gnd и этот паразитный ток накладывается на полезный сигнал от датчика именно плк видит уже не чисто сигнал 4 20 миллиапер а сумму сигнала и этой помехи в итоге показания скачут и никто не может понять в чем дело точно такой же эффект возникает например в аудиосистемах если компоненты заземлены в разных точках по сигнальной земле начинает течь фон сети 50 герц который мы и слышим в динамиках как гудение звучит логично то есть главная проблема это создание замкнутого контура по земле и наличие в нем блуждающих токов что же делать практику как избежать этих петель существует несколько золотых правил правило номер один принцип звезды все сигнальные земли gnd внутри одного устройства или шкафа должны сходиться в одной единственной точке как лучи звезды нельзя делать последовательное соединение гирляндой gnd от одного модуля к другому от него к третьему в этом случае по общему проводу потекут токи всех модулей и потенциал у последнего в цепочке будет сильно отличаться от первого только в одну точку эта точка потом может быть соединена с защитным зажимлением если это требуется правило звезды запомнили но что делать с экранированными кабелями которые идут к тем же датчиком там ведь тоже есть земля куда ее подключать отличный вопрос который порождает массу споров вот правило номер два экран аналогового сигнального кабеля должен быть заземлен только с одной стороны смотрится как-то незавершенно а почему не с двух кажется так надежнее если вы подключите экран с двух сторон вы своими руками создадите ту самую земляную петлю о которой мы говорили экран станет отличным проводником для всех паразитных токов и вместо защиты от помех сам превратится в их источник наводя прямо на сигнальные жилы понятно тогда с какой стороны его подключать со стороны источника сигнала датчика или стороны приемника плк общее правило гласит со стороны источника помех чтобы слить их на землю как можно раньше в большинстве случаев помехи живут в шкафу управления с его плк блоками питания частотниками поэтому экран заземляют именно со стороны шкафа с плк а на стороне датчика оплетку аккуратно обрезают и изолируют чтобы она случайно не коснулась корпуса понятно это очень важный практический совет а если какой-то радикальный способ раз и навсегда избавиться от этих проблем если например нет возможности организовать правильное заземление да есть правило номер три гальваническая развязка если мы не можем избежать разности потенциалов земель мы должны электрически разорвать цепь для этого и служит гальваническая развязка для цифровых сигналов это делают с помощью оптопар для аналоговых сигналов или питания используют специальные изолирующие усилители или изолированные дисси дисси преобразователи они передают сигнал или энергию но физического электрического контакта между входом и выходом у них нет в этом случае земляная петля просто не может образоваться это более дорогое но самое надежное решение доктор спасибо вам огромное теперь черная магия обрела вполне физическое объяснение давайте подытожим для наших слушателей три золотых правила борьбы с помехами соединяйте все сигнальные земли gnd в одной точке по принципу звезды заземляйте экран кабеля только с одной стороны как правило со стороны шкафа управления и если ничего не помогает применяйте гальваническую развязку именно так соблюдение этих трех простых правил поможет вам сэкономить бесчисленное количество часов на поиске необъяснимых глюков и построить действительно надежную систему уважаемые слушатели надеемся этот выпуск был для вас полезен пишите в комментариях с какими проблемами связанными с заземлением сталкивались вы спасибо за внимание и помните в нашей работе мелочей не бывает подписывайтесь на подкаст апгрейд чтобы не пропустить новые выпуски с вами была алекса и доктор кузнецов до скорых встреч